Всем друзья привет! Сегодня, как обычно, поделюсь с вами о данном смартфоне. Бюджетный смартфон, новая компания Oukitel U8. Вот так называется смартфон. Есть в белом цвете и в черном. Покупал в магазине Тайний Дел. Смартфон интересный. Опять же, мне часто задают даже вопросы с такими супреками по поводу, что вот вы иногда нахваливаете смартфоны бюджетные или так называемые подвальные. Люди сейчас, с одной стороны, зажрались, так если сказать можно, и даже наглеют. Хотят, чтобы смартфон за 120-140 долларов имел характеристики как минимум там Li-TV или еще что-то, чтобы батарея была там минимум 4-5 тысяч и стоил при этом 100 долларов. Такое сейчас нигде невозможно, только в Китае и то стоимость может быть меньше там 20-30 долларов. Это если вы живете непосредственно в Китае. Если взять по совокупности смартфона, допустим, в данном случае, то такие смартфоны вы не купите от производителя Samsung, LG или тому подобное с такой характеристикой и за такие же деньги. Опять же, друзья, все упирается в стоимость. Нужно всегда относиться к смартфону от его стоимости. Если смартфон стоит всегда 300 долларов, да, какой-нибудь из относительно топовых китайских, то от него нужно и требовать за эти деньги. Если он стоит 100 долларов, то нужно и требовать на 100 долларов. Я считаю, за 135 долларов смартфон очень хорош, если брать его по совокупности. Опять же, внешне похож он на Galaxy 6, видите, с тыльной стороны. Это ни для кого не секрет, только здесь soft-touch используется, цельный кусок металла, сборка на 10 баллов, даже не на 9. Здесь, как ни крути, он просто монолитен. Здесь однозначно плюс. Он неразборной смартфон, две сим-карты используются. Опять же, можно использовать один слот под microSD расширения на 64 гигабайта. Или использовать две симки одновременно, но при этом будете без одной сим-карты. То есть, использовать одну симку. Накопитель 16 гигабайт, 2 гига встроена память. Есть так называемый сканер отпечатка пальца, камера на 13 мегапикселей, двойная светодиодная вспышка. Динамик, все на своих местах, в принципе. Но смартфон мне понравился чем? Что смартфон действительно очень неплох, удобный, хорошая автономность. Когда-то компания Elephone, когда начинала производство смартфонов, обманывала по поводу батареи. Для покупателя окончательного, конечного, то есть, у нас с вами очень важно, чтобы батарея была относительно честной. Потому что пишут 2, а по факту может быть 1500. Здесь хорошая батарея, честная. Но не все здесь так же радужно. Скажу вам сначала, наверное, о достоинствах данного смартфона. Конечно же, это цена, плюс по совокупности новое железо, довольно производительное, но относительно производительное. Если равнять, к примеру, Dragon 800 и 801, однозначно здесь уступает данный процессор. Но если брать китайские процессора MTK, то довольно-таки неплохое железо для повседневного использования. Те, кто не играет в суперпроизводительные игры, данного железа достаточно. Сканер отпечатка пальца тоже, с одной стороны, плюс, так как здесь не просто сканер. Как большинство смартфонов, включаете смартфон, к примеру, кнопкой включения, потом прикладываете палец и только потом разблокируется. У данного смартфона есть достоинство. Вы можете разблокировать смартфон не просто пальцем, именно включенным дисплеем при локскрине, а именно при выключенном. Это однозначно плюс. Но нет 360 градусов, то есть вы не сможете приложить сбоку и так далее. Нужно прикладывать палец ровненько. Было бы, конечно, классно, если бы этот сканер отпечатка пальцев разместился вот здесь. То есть на передней панели, чтобы вы могли без проблем разблокировать. Также на этот сканер можно назначить разблокировку, допустим, камеры тремя касаниями. Но это довольно-таки сложно. Если честно, у меня пару раз получилось. Это больше большинство. Но задатки уже однозначно есть. Сейчас мода пошла на эти сканеры. Они везде есть. В бюджетных смартфонах, дорогих. Конечно же, ни для кого, опять же, это не секрет. Все идет, как правило, от топ-бренда, от айфона. В свое время, пятого и пошло и так далее. Но здесь достоинство то, что разблокировать можно смартфон выключен. Это, конечно же, плюс. Кнопки 3, не подсвеченные, обозначенные в металле. Еще один плюс данного смартфона. Здесь 2.5D дисплей, так называемый. Не видно вам, наверное, все-таки. Но имеет он форму, слегка нализанную сверху. Прикольно это выглядит. Особенно, если смотреть на края. Кажется, действительно, как будто дисплей сверху лежит и так выпуклый. Это очень классно. Но нет здесь олеофобного покрытия. Обычное стекло, но хорошее стекло. Однозначно здесь плюс. Дисплей 5.5 диагональ. Имеет HD разрешение. Тот минимум, который необходим для смартфона. Ну и, друзья, о том, что я хотел сказать о минусе данного дисплея. Здесь OGS дисплей. Хороший, высокий запас яркости. Конечно же, здесь Lollipop стоит пятый. Даже пришел попутно обновление. Сейчас посмотрим, что пришло. Это также немаловажно в любом смартфоне из Китая, чтобы была поддержка. Не взяли и забыли. Опять же, есть смартфоны, которые ориентированы на китайский рынок. Есть те, которые на внешний. То есть, такие смартфоны направлены прежде всего на внешний рынок. Тот же Li-TV. Да, мощное железо. Helio X10. MTK 95. С двумя гигагерцами. Топовое, действительно, железо для MTK. Самый быстрый в данный момент смартфон. Но не о нем. Я хочу сказать о том, что в данном смартфоне поддержка китайская. И пока что нет никаких предпосылок на поддержку производителя на внешний рынок. Так как все китайское, много китайского. То есть, здесь чистый Android. Lollipop стоит пятый. Видите, яркость установлена где-то процентов на 25. Высокий запас яркости. Я использовал смартфон на 50% в повседневном использовании. Есть минус, опять же, на белом фоне. Возможно, вам не будет, друзья, видно. Но это заметно, когда на белом фоне или на темном. По краям, так как здесь имеет белый фон настройка. По краям есть засветы. На данном дисплее у меня два засвета. Вот здесь слегка и здесь. То есть, когда он включенный, не сильно заметно. Но оригинально здесь так сделано. Это именно не то, что спрятать. А именно фишка данного производителя. Слегка затемнены углы. И картинка выглядит прикольно. То есть, переходя даже в меню, допустим, здесь белое. Но по галереи, когда смотрится, слегка затемнено. Получается так, как будто вы смотрите на картину. Необычный эффект. По крайней мере, красиво это выглядит. Ну, конечно же, по поводу засветов я отметил. Для меня это не очень хорошо. Да и для любого, когда есть засветы по углам. Не критично, но есть. Нет убитых пикселей. Все хорошо. А сейчас редкие производители позволяют ставить себе дешевые дисплеи. Опять же, когда-то в свое время Lenovo. На внешний рынок 780 популярный живчик был. Ну, относительно средний, конечно же, дисплей. Там часто и проблемы с модулями были. И с битыми пикселами. То есть, это всем хорошо известно. Каждый может почитать информацию от владельцев на форумах и тому подобного. Данного смартфона, конечно же, достоинство. То, что MTK новый. Но, опять же, он слегка урезан по частотам. Опять же, на коробке здесь все написано. Ну, я не согласен по камере. Написано 13 мегапикселей камера. Фронталка на 5. Камера, как по мне, 8,2. Но камера хорошая. Чуть позже продемонстрирую. Притом, смартфон довольно-таки тонкий. 7,9 миллиметров. Но и батарея здесь, опять же, хорошая. Здесь не 2000, как иногда. А более 3500. Это хорошо для данного смартфона. Покажу вам, прошу прощения, 2800 батарея. Известно, 2850. Покажу вам чуть позже по данной батарее. Дисплей, я уже отметил, HD достаточно. Можно было и Full HD. Но при данном железе, все-таки, я не рекомендовал, опять же, даже если бы был разработчиком данного смартфона, ставить что-то повыше. Так как, все-таки, здесь бюджетность. Но за эти деньги производитель дает, все-таки, больше, чем должен. Давайте, друзья, я, наверное, вам покажу по звучанию данного смартфона. Памяти 2 гига, видите, у нас остается гиг 120 мегабайт. То есть, памяти достаточно. С 1 гигом, конечно, можно использовать Oli Pop Android, но 2 гига все-таки предпочтительней. Стандартно у меня остается где-то 800-900 мегабайт, при том, что какие-то приложения всегда висят у нас в кэше. По поводу звучания. Звук здесь неплохой, довольно громкий, но не хватает здесь низов. То есть, басистости вообще нет у данного динамика. Тут видео закончилось. Тестирую пока дисплей, насколько хватает видео просмотра. Нажмем продолжить. Не хватает низов. То есть, звук слегка такой шепелявый громкий, но послушайте сами. В принципе, звука достаточно, но он такой шепелявый, не хватает басов. Хотелось быть чуть более басистый. Я не говорю, как у Xiaomi Mi 4, допустим, звук такой басистый, как у iPhone. Но хватает, конечно, звука, но немножко он шепелявый. Это мне не очень понравилось. Ну, из того, что я, друзья, наснимал, с вами поделюсь в фотографиях. Давайте покажу вам, наверное, по скриншотам. Из интересного самого. 4 часа 11 минут у меня экран проработал. Видите, активен был практически полную времени того использовано. Опять же, яркость высокая, как я уже отмечал. Я ставил на 50%, но для комфортной работы я бы ставил, наверное, 30-25, так как очень высокий запас яркости. Последней яркости чуть более 4 часов хватает дисплея. Цифра в Antutu 5900. Очень неплохо, как для смартфона с такой батареей, при том, что 5,5 диагональ. Но, опять же, цифры это все относительно. Не стоит никогда, друзья, смотреть на цифры. Главное, смотреть на реальные показатели. Сколько дисплеей проработал, сколько еще там показателей, допустим, навигации. А цифры это всегда остаются цифрами. И тому пример Литиви. Батарея вроде бы хорошая, а цифра в Antutu не очень. Но будет отдельно о нем обзор, более детально вам расскажу. 5900 цифра в Antutu. GPS нормально работает. Ничего выдающегося и плохого не могу сказать. Это на улице. Не холодный старт, как обычно. Я использую просто включать GPS-навигацию. В течение минуты максимум было найдено столько спутников. По Wi-Fi также проблем нет. Хоть при этом, что железный. Вот эта вот окантовка. Здесь пластик, конечно же. Здесь железо. Я думаю, что все-таки здесь есть вывод на антенну. Своего рода играет каркас в виде антенны. Не всегда это хорошо сказывается для некоторых смартфонов. В данном случае все нормально. Пять точек мультитач. Датчиков минимально, друзья. То есть, самое необходимое. Такселерометр, датчик освещенности и датчик приближения. ТПО-З. Все соответствует. Название бренда Okitel. 6735. Вроде бы в цифрах, те, кто не особо ориентируется, кажется, что 6735 должен быть по производителю, нежели 6732. Но на самом деле не так. Здесь заниженные частоты. Опять же, и видеоускоритель здесь попроще. Чуть позже вам покажу еще цифры. HD-разрешение 320dpi, 2 гигабайт RAM памяти. Все по-честному. 8 гигабайт накопителя у нас. MTK35, 1 гигагерц на ядро. 4 ядра. То есть, процессор у нас 4-х ядерный. И Mali-T720. Средненький ускоритель. Конечно, не 760, но достаточно играть в простенькие игры. Данный процессор набирает... Чуть позже вам покажу цифру. Кажется, более 20 тысяч в среднем. Ну и датчики все соответствуют, те, что были в CPU-Z. 1 гигагерц на ядро. 320dpi. Плотности пикселей достаточно. Хотелось бы, конечно, больше, но и достаточно. UniverseTab. Вот так вот модель называется. Полная. Хотя сокращенно Oukitel U8. С приставкой IP. То есть, немножко другие частоты здесь. А так все соответствует то, что CPU-Z. То есть, цифра 20 с копейками тысяч. Кто рассматривает для игрушек, друзья. Данный смартфон не подойдет, если играть в максимально производительные игры. Но средними игрушками данный смартфон, в принципе, справляется за счет неплохого видеоускорителя. Ну и по фотографиям, друзья. Скажу, что камера тоже неплохая. Но, опять же, не хватающая звезд неба. За такие деньги, конечно, наивно полагать, что здесь будет все замечательно. Но при хорошем освещении, вот дневное освещение, смотрите, видны текстуры хорошо. То есть, нету размазней такой явной. Даже при не очень хорошем освещении, мозаичная кладка. То есть, видно хорошо. Но при приближении, конечно же, видны уже шумы. Так как камера все-таки 8-мегапиксельная, с интерполяцией до 13-ти мегапикселей. То есть, вот максимальный зум от точки съемки здесь где-то порядка 60 метров. Это дневное освещение. Вот снимок. Еще один на расстоянии около 100 метров. В принципе, камера снимает неплохо. Нет искажений в цветах. То есть, нету градации какой-то или преобладающих светлые тона или темные. Даже вот на расстоянии, не знаю, сколько там на дальней точке. Это с моста. То есть, видите, даже кое-что можно рассмотреть. При том, что здесь, наверное, до той точки не меньше километра. То есть, довольно-таки далеко. При хорошем освещении, при дневном, то есть, вот так вот все видно правильно, хорошо. Нет каких-то явных недостатков у камеры. Камера, в принципе, неплохая. Вот видите, темный фон, белый. Все правильно. Нету такого, как в некоторых смартфонах. Данная кладка, какая цель, более коричневая. С красным оттенком было подобное. Олифон слегка давал розовую наводку. Опять же, соотношение камеры и дисплея. И получался вот такой вот эффект. Здесь все правильно. То есть, все честно. Мне это понравилось. И цвета приятные. Вот такая вот гамма оранжевого цвета. Зеленым нету. Белого, бледного. Это не только и за счет дисплея, но и за счет камеры. Я не знаю, какая здесь камера. Если честно, никаких данных не нашел. Так как производители сейчас старательно прячут это все. Но, тем не менее, камера очень неплохо справляется со своей функцией. Смотрите. Приятные цвета. Действительно, смартфон впечатление оставил положительное, позитивное. На данном смартфоне я все-таки, вот смотрите, две фотки. Стандартный режим вот так вот и режим HDR. Более освещенный. Да, стало лучше сейчас у нового процессора Mediatek с HDR. Но все равно, лучшими пока что, на мой взгляд, остаются процессора от Snapdragon. То есть, Qualcomm процессора лучше при работе непосредственно с HDR. Стандартный мой снимок. Подковы. Здесь все классно. Мне понравилось. То есть, и в цвете правильно, отлично. Не перенасыщенно. Иногда бывает вот такое вот, то есть, когда темно, не всегда сфокусируется правильно линза, указываете съемку. Здесь камера настроена таким образом, чтобы по минимуму тут уфотографировать, прикладывая усилие. То есть, нужно нажимать, потом только вспышку. То есть, вы можете нажать фотоспышку, она сама автоматически сфокусируется на лучшем ракурсе. И потом уже идет снимок непосредственно. Но иногда получаются вот такие вот снимки размазня. Неплохая работа вспышки. То есть, опять же, выключенный свет, коридор. Я довольно часто снимаю. Не всегда бывает. Помню об этом моменте. Но снимаю. Так как камера здесь имеет двойную светодиодную вспышку, друзья. Неплохо снимает. Видите, расстояние здесь где-то около 6 метров. Да, четкости нет уже на дальнем плане. Шумов довольно много. Но при этом здесь очень темно. Практически вас можно выковать. Очень неплохо. Мне это понравилось. Довольно-таки неплохая вспышка. И при разных условиях. Но прежде всего мне нравится именно дисплей данного смартфона. И дизайн. Хочу сказать еще по наушникам. Прослушивание в наушниках. В принципе, смартфон звучит обыденно для китайских смартфонов. Ничего выдающегося. Нет такого, что неожиданно. Да, там. Или отвратительно. Хороший звук. Но опять же, если подстроить эквалайзер, относительно неплохой звук. Так как стандартно всегда звучание, как правило, не очень. Средней паршивости. Никто не заморачивается. Но бывает. Иногда производитель устанавливает какой-нибудь дополнительный софт. Как я уже говорил. У Alipop стоит Android. Последний. Скоро уже будет обновление. Наверное, сейчас еще посмотрим, что пришло по обновлению. Так как буквально включил Wi-Fi. Видите, и уже что-то пришло. Есть, конечно, ход к нот. Беспроводная передача данным. Если у вас такой же смартфон. Все вот эти фишки также есть. Бесконтактное перелистывание. Запуск приложений. Опять же, есть по экрану. Ну, возможно, кому-то это будет полезным. Камеру можно запустить, разблокировать. Все это на слайпах уже давно есть. Ни для кого это не секрет. Но, тем не менее, очень неплохо. То есть, все самое необходимое в смартфоне предустановлено. Хочу, наверное, друзья, еще вам показать по звуку предустановки. Улучшение звука. Но, опять же, здесь усилитель громкости я включил. Будет тише без него. Ну, процентов на 40 где-то так. Но, все-таки, я не рекомендую включать в наушниках улучшение. Звук не очень. Всегда эта функция только вредит. И здесь, если бесс-сараунд, то тоже объемный фильм. Только музыка кажется. Вернее, музыка якобы объемная основа. Но, на самом деле, она не такая она приятная. Поэтому лучше эту функцию не включать. Хотел вам об этом еще сказать. Ну, и, друзья, давайте, наверное, посмотрим, что тут за обновление. Скорее всего, на китайском ничего не будет понять. Версия обновления. То есть, видите, на 82 мегабайта попутно. Ну, посмотрим. Возможно, что-то изменится. Пока что не буду ставить. Но, радует, что присутствует обновление. Это всегда в плюс. То есть, видите, здесь беспроводное обновление. Все Google сервисы. Не нужно заморачивать. И очень хорошая, быстрая работа. Мне нравится. Тут настолько быстро. Все-таки, даже необычно для меня, неожиданно. Новый производитель. И все так хорошо вылезено. Тот же Elephone, когда был. Были проблемы с прокруткой. Я отмечал, даже показывал в обзорах вам, что вот здесь, когда начинаешь. Ну, надо раза два, три пролистать. Только тогда становится здесь плавно. Здесь все сразу работает. И быстро, и шустро. То есть, очень хорошая оптимизация. Мне здесь понравилось. Никаких, даже не то, что лагов. Здесь намеков на лаг нет. Здесь очень все быстро. Мне это однозначно понравилось. Ну, и все основные приложения здесь тоже непривычно. Выведены на рабочий стол. То есть, видите, по принципу, как MIUI на рабочем столе. Кнопка меню. Здесь стандартно добавить обои. Можно виджеты или перейти непосредственно в настройки. Все Google сервисы, как я уже говорил, есть. То есть, берете и пользуетесь. Нет таких каких-то шаманств, как обычно. Бывает, через один смартфон с Китая приходит. Нужно что-то от себя доустанавливать. Что-то менять. То есть, редкий случай, когда берешь смартфон. И все работает как положено. Обязательно нужно ли дождаться каких-то обновлений, исправлений. Или самому нужно делать. Я не припомню на своей памяти смартфоны. Такие даже от известных брендов. Которые берешь и все работает. Да, бывает. То есть, у Meizu, как правило, все намного проще с этим. У Xiaomi не всегда через раз. В данном случае все отлично. Ну и игрушку покажу от Tomb Raider. Такая вот. Я ее в последнее время частенько показываю. Она вроде бы простая, но прикольная. Вот именно чем интересна данная игра. Множество всяких фишек в игре. Собиралок. То есть, все вместе объединились. Здесь и леталка, и стрелялка. И много чего и на гонках тут. Ну, красиво сделана. Такая вот она интерактивная. При этом игра действительно даже затягивает. Те, кому интересен данный смартфон, смотрите, друзья. Присматривайтесь. Возможно, для кого-то будет интересен данный смартфон непосредственно за такие деньги. Спасибо за просмотр. Как обычно, постоянным зрителям респект. Всем удачи, друзья. Пока.